спасибо вам за оценки хорошее за что кто-то ценит сам корея на странице она ничего не напишет мое обращение я сейчас проснулся 6 38 делся да понимаю выгляжу ужасно посмотрю просто я думал о том что я не думал о том чтобы спрыгнуть с панельного дома с высоты туда куда куда точно я бы попал и сразу сразу вы что не зацепившись ни за какое дерево думал о кое чем плохом то что тот исполнитель которого я так любил и я буквально на единственный то там не среди некоторых восхищался у меня просто ну обосрал короче мое творчество мои рисунки по его песне я думал о том что может зря я вообще слушаю эту музыку я слушаю ее сердце но эти люди очень грубые злые очень грубые ничего не стоит тебя словом убить я смотрел на пол без очков слышал легко приезжающие автомобили потому что сейчас коронавирус за окном приезжающие автомобили вороны не каркают почему-то обычно вороны всегда утром каркают может они карт карли но я не слышал я не принимал никаких таблеток на ночь и вечером я только принимал в первой половине дня флуоксетин отечественный 8 миллиграмм ну я принимал 3 3 4 3 таблетки утром 2 таблетки в обед и еще одну в нем чтобы избавиться от депрессии и затем я делал обращение которое лакнул один или одна человек Рейко по имени Рейко Нику спасибо тебе расскажи об этих обращениях кому можешь там у меня много обращений они касаются в основном трех тематик обращения к частникам потому что государство это сама понимает если не понимаешь то я не смогу объяснить как государство относится к людям ко мне к художникам к частникам обращение обращение по поводу мастер-классов потому что они облагораживают ребятишек из них не вырастут они не видят ничего я на краю города рисовал сколько они не видели ничего они увидели и это изменило их скоро перестанет снимать у меня быстро заканчивается память там карты памяти нет потому что менты когда избили ее я ее не решаюсь подключать но это не важно почему тут менты вообще я бы мог купить себе карты памяти новую а ну вот у меня не было мысли напиться ну съесть груду ну съесть за раз ну не за раз но за несколько заходов много этих ну или не за несколько а просто по одному пить каждую каждые две минуты этот золомакс строго по рецепту строго и феназепам два с половиной миллиграмма таблетка строго по рецепту врача все все легально но у меня не было таких мыслей как вчера у меня были какие-то другие мысли плохие значит разочарование зачем он так жестоко написал так жестоко относится и это полное разочарование представляешь ты единственный кто искренне с сердцем любит музыку эту а этот исполнитель тебя унижает и не считает за человека презирает и твое творчество представляешь ты это даже хуже чем когда ты какая-нибудь девушка своему фанату нарисовала портрет ой своему своему кумиру портрет а он обозвал ее назвал ее портрет мать им словом даже хуже этого я зря слушаю эту музыку я один мне тяжело сейчас пошевелиться толком в детстве в детстве знаешь как я вскакивал с кровати этим вот так вот руками и просто отталкивался сразу на ноги вставал в детстве когда ходил на экономическую борьбу это врачи сказали что что они повредили меня то что они повредили меня этот шейный отдел позвоночника сначала у меня будет гиперактивность ну как бы грубо говоря образно говоря а затем заторможенность сейчас я сейчас окно голубое небо я вижу голубое небо да оно все материальные объекты все размыты я думаю что это странно то что вот о чем я думал не важно что там пишут нет некоторые странные вещи пишут я смотрел сюда я ничего не чувствовал я чувствовал словно я в этом мире как в тюрьме меня здесь отправили отбывать свой срок причем не сказали за что никто бы не мог сказать что небо голубое потому что там вверху да я тоже так не скажу я так это сказал не я это сказал евгений панасенко который здесь там где-то ходит дверь закрыл забаррикадировал так что все нормально он сказал что если небо на небе вода этот цвет это воды а что если может быть два солнца или три узкомыслить как мне как меня обзывала одна там в комментариях узкомыслишь из-за того что я сказал что Россия идет к тому чтобы закрыть границы и сейчас вот этот коронавирус как раз способствует этому они закроют а открыть они не откроют уже потому что народ будет молчать спокойно терпеть бедный наш народ господи с нами могут делать что угодно и не молчим мы ничего не сделаем уедут только средний класс богатые я раз и все мы останемся да мы не можем уехать за то что денег нет мы даже в другой город переехать не можем и это все создано искусственно скажешь я узкомыслить да гениальный это гениальная прямолинейность может еще ты бы Эйнштейну сказала что он узкомыслит или Иисус или не знаю еще может и каждому говоришь вот и узкомыслишь там как так по-моему узкомыслит тот кто считает что все будет отлично границы откроет нужно смотреть телевизор путина новости не быть дураком узко не мыслить вот как моя бабушка только она не говорит узкомыслишь она не стаса как узко она говорит ты типа дурак потому что ты не смотришь телевизор не знаешь что у нас что в стране происходит что в мире в мире происходит что что еще никак не реагирую я понимаю я понимаю я понимаю ее что даже моя бабушка стала телевизор смотреть видимо там стали работать они все деньги потратили на этих пропагандистов на простых людей они хренчих потратят никогда и в нас это не вызывает ярости не вызывает ничего сейчас я приму локсетин три таблетки но сначала поем это антидепрессант отечественный дешевый самый торгализатор я не принимал потому что мне повезло у меня не было судорог ну не судорог а синдром беспокойных ног когда ты вот так вот тебя короче ну вообще то он у меня есть но не в такой не в такой силе поэтому я могу спать в принципе поэтому я не буду принимать как можно дольше эти трампелизаторы желательно вообще там месяц или два не принимать как можно дольше хотя я вчера принял после того как этот прочитал это воскрепление просто разочарование что я любил любил искренне сердцем эту музыку и а этот я вот те группы которые слушаю редкие эти люди они вообще не понимают они не знают во мне не слышат и не хотят плевать на меня сердцем искренне слушаю их музыку они издеваются смеются обзывают мои рисунки моё творчество может мне лучше было стать военным вот эти бабки которые бабушки которые сидели гнали на меня я антивоенную пропаганду нёс они сказали что настоящий мужик как это тот кто бегает там ну хорошо может побежаться подтянуться и стрелять там и всё такое женщина баба это ну это по их словам так которая рожает так вот в том то и висит и она на меня когда узнал что я художник она сказала ты не можешь ты не мужик ты не можешь воевать а вот в том то и прикол что я как раз таки бегаю офигенно подтягиваюсь много очень